пока без машины сижу дома жду пока арендованная машина освободиться что можно было взять в аренду искал варианты купить себе другую машинку нашел короче в питере салоне принципе цена меня устраивает и машину в рассрочку продают все даже на срочку мне одобрить все даже без первоначального сноса все крачу разрешено все может езжать забирать я даже авито уже пробил как машинку доставить либо на пароме либо автовозом считался классно все зашибись потом думал дай-ка я почитаю отзывы по этому салону в интернете нашел там 23 отзыва и практически все отзывы пишут что это мошенники люди либо приезжают и покупают им навязывают другую машину либо люди просто напросто уходят и не покупал не покупает ничего там здесь конечно у нас у нас на рынке продается просто ужасный хлам все ржавое все старое принципе у меня машинка тоже старая вся ржавая надо все переваривать уже давно год как назад купил и пороги и арки все некогда заниматься этим вот такая хрень короче и у нас за 300 400 тысяч у нас продается ужасный хлам просто-напросто я посмотрел по авито что у вас россии продают в россии у вас за 300 400 можно купить более-менее нормальную машину которая еще без вложений хотя бы даже без той же сварки порогов или еще чего-то поездить и 5 лет спокойно у нас за 300 продают уже порогов нету можно сказать вот такая фигня некоторые мне писали возьми там жигу себе поджог не какую-нибудь четырку там еще еще нибудь чтоб инструмент влазил нет без гуры не могу я ездить 20 лет в отделке проработал и у меня запястья болят и без гуру поворачивать руль это жопа просто поэтому без город живу для него измучены и у нас в области если сравнить машины большой земной с россией то что цена у вас то к вашим ценам можно смело прибавлять 200 300 тысяч и у нас можно купить такую же машину ну блин 200 300 тысяч много а у купить машину в россии на большой земле и пригнать или привезти ее сюда в калининград ну это минимум примерно в стольник выходит хоть авторвозом хоть на пароме получается это полтинник где-то и плюс дорога на самого себя примерно то же самое выйдет плюс еще 50 ну 40 конечно если ты сам знаешь дорогу все всякие визы мизы где что заплатить конечно можно за один день самому приехать и вложиться там двадцатку например из тридцатку ну да вряд ли в 40 может обложиться но я этого не знаю где какие визы форме где как ехать какая дорога поэтому мне даже если брать в россии машину только переправлять я сюда на пароме или на автовозе